Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Картинку я вижу, что видно. И если слышно, поставьте, пожалуйста, огонечек. Да, огонечки есть. Спасибо большое. Ну, значит, время начинать нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня мы будем говорить о создании интерактивных изображений или интерактивных плакатах и об инструментах, которые позволяют их создавать. Мы коснемся онлайн-сервисов, то есть тех сервисов, которые существуют в сети интернета, которые позволяют сразу же плакаты не только создавать, но и публиковать в общем доступе в сети интернет. Для тех, кто впервые столкнулся с этим форматом, давайте я несколько слов посвящу описанию, что это такое, что это за формат, чтобы было понятно, что от него ждать, и вы для себя уже выбрали варианты, как вы сможете их использовать. Если в двух словах, то интерактивный плакат – это способ визуализации информации. На основе одного изображения, одного слайда, мы производим такую компактную упаковку информации. К этому плакату в виде вот таких вот интерактивных меток, как вы сейчас видите на слайде, их еще называют горячими точками, вот с помощью таких меток прикрепляются различные материалы. Это могут быть тексты, ссылки на веб-ресурсы, это может быть фото, видео, аудио, может быть даже ссылки на какие-то игры, викторины, презентации, в общем, на различные другие веб-ресурсы. Что нам дает такая вот упаковка информации? С одной стороны, это компактно, то есть вы большой массив информации, самый разноплановый, умещаете вот на одно маленькое изображение, это удобно. Во-вторых, это наглядно, то есть пользователь может сразу окинуть взглядом весь вот этот массив информации, посмотреть, познакомиться с разными видами информации, выбрать то, что он хочет изучать, то, что ему нравится, в общем, это довольно наглядно. Естественно, эти плакаты, эти интерактивные изображения можно размещать и на сайтах, и в блогах, делиться в социальных сетях после того, как вы их опубликовали. То есть это тоже позволяет каким-то образом увеличить аудиторию, делать информацию более доступной. Но еще важна интерактивность. Пользователь может открывать не все метки, может открывать только то, что ему нравится, выбирать порядок, знакомство с информацией, тот, который ему нравится, это тоже большой плюс. Поэтому интерактивные плакаты довольно широко используются и в образовании, и в библиотечной практике. Ну, например, берем обложку книги и прикрепляем на эту обложку интерактивные метки с информацией о писателе, о его биографии, о его творчестве, видеоролики, посвященные этой книге, какие-то буктрейлеры, может быть, аудиофайлы, подкасты, изображения различные, связанные с этой книгой, ссылки на веб-ресурсы, которые рассказывают об истории создания этой публикации и многое-многое другое. Было бы фантазии, было бы желание. Сервисов для создания интерактивных плакатов не сказать, что прямо очень много. Я выбрала шесть инструментов, с которыми мы сегодня будем знакомиться. Инструментов не очень много, поэтому буду рассказывать поподробнее про каждый из них. Обращаю ваше внимание на то, что презентацию, которую я буду листать, можно скачать в разделе «Файлы», и там же, в этом же разделе, вы найдете еще один текстовый файл, он называется «Интерактивный плакат». Я сегодня все полезные ссылки и материалы для изучения собрала в ордовском документе. Вернее, как, я это все собирала еще раньше, за счет того, как собиралась проводить этот вебинар, поэтому решила не копировать в презентацию, а вот отдельным файлом, как есть, так и есть, вам представить. Его вы тоже можете скачать на компьютер и использовать в работе. Ну, поехали. Итак, как я уже сказала, в интерактивном плакате мы можем соединить разные форматы. Большинство сервисов, о которых я буду рассказывать, поддерживают прикрепление текста в ссылках на веб-ресурсы. Некоторые из них поддерживают изображение, видеоролики, и некоторые очень редко еще и поддерживают загрузку аудиофайлов. Поэтому перед тем, как создавать интерактивный плакат, мы определяемся с сервисом и собираем материал, который будем прикреплять, добавлять в наш плакат. Картинку, которую мы будем использовать, фоновое изображение. Тоже можно подготовить заранее. Можно взять просто обложку книги, например, а можно создать целый слайд, там красиво его оформить. Я сегодня буду давать ссылки. Вы посмотрите, как по-разному подходят создатели к созданию интерактивного плаката. В обычном документе, либо чаще всего в PowerPoint создается такой красивый слайд, на который мы потом в интернете будем наносить интерактивные метки. В общем, нам нужна картинка, нам нужен массив информации, нам нужен сервис для работы. Давайте про сервисы. Итак, первый сервис, о котором хочу несколько слов сказать, это сервис ClassTools. Довольно известный инструмент, он существует огромное количество лет в интернете. Создал его английский педагог. Ссылку я вам в чат кинула. Создал его английский педагог Russell Tarr. И самый большой плюс этого сервиса в том, что в нем не нужно регистрироваться для работы. Это может быть очень удобно, если вы создаете сами плакаты или, например, просите своих школьников и читателей их создавать. Вот эти инструменты, которые не надо регистрироваться, они, как всегда, в первую очередь используются. Сервис очень-очень простой. Я вам ссылочку сейчас в чат отправила, чтобы вы открыли, если у вас есть такая возможность, конечно, посмотрели. А может быть, если у вас под рукой есть какая-то картинка, вы можете прямо сейчас по ходу моего рассказа попробовать что-нибудь создать. Просто такую пробу пера сделать. Я вам покажу то, что я создала в качестве примера интерактивного плаката. Если вы нажимаете на метки, то увидите, что к интерактивным меткам здесь можно добавлять тексты и киперссылки. Ссылки на веб-ресурсы. Давайте смотреть, как здесь работает. Итак, у класс Тулса огромное количество разных шаблонов. Это, кстати, не только сервис для создания интерактивных изображений. Он создает игры, викторины, разные другие интерактивности. Может быть, кто-то из вас пользовался, если пользовались мигнити-огонечком. Вот этот инструмент называется Image Annotator, а сам шаблон называется Image Labeling Tool. Вот так сложно. Ну, смысл в чем? Аннотируемое изображение. Для начала нам нужно загрузить картинку. Собственно, весь процесс создания интерактивного плаката, он и состоит из таких этапов. Загрузка картинки, добавление меток, сохраняем, публикуем. Вот такой процесс. Практически у всех сервисов именно в таком порядке. Загружаем фоновую картинку, на которую будем наносить наши метки. У меня в качестве фоновой картинки был калаш из нескольких фотографий. Калаш я сделала заранее. А потом я на него планировала наносить мои интерактивные метки. После того, как я загрузила картинку, у меня тут же возникает вот такое окошечко, в которое мне нужно вписать название моего плаката, его описание и, может быть, какую-то ссылку на дополнительный веб-ресурс на какой-нибудь. У меня веб-ресурса никакого не было, поэтому я поле оставила пустым. Обязательно нажимаем на кнопку «Дан» «Сохранить». Хотя здесь все на английском, но здесь так мало кнопок, и в них довольно легко разбобраться. Далее. А далее переходим к добавлению интерактивных наших точек. Ну, например, у меня первая точка Николай Коперник. Я щелкнула мышкой в любое место моей картинки. Появилась вот такая метка в виде таких зеленых лучей. В центре будет метка. Ну и дальше открывается окошко, которое нужно заполнить. Мы вписываем текст. Название текста – это, как правило, пара-тройка слов, заголовок. Основной текст вписываем в поле с описанием. Дополнительно можно добавить ссылку на какой-нибудь веб-ресурсы, где есть еще более подробная информация по этой теме. Это может быть веб-страница, это может быть какой-нибудь видеоролик на том же Ютубе. Я не знаю, может быть, это какое-то изображение, опубликованное в сети. Еще я хочу напомнить, что можно в качестве вот этих ссылок давать еще ссылки не только на какие-то информационные ресурсы. Можно, например, ссылку на викторину дать. На какой-нибудь опрос, на игру. Если у вас под рукой есть такие игры, викторины, их тоже можно вставить как часть интерактивного плаката сделать. Потому что количество меток здесь вообще никак не ограничено. Столько, сколько мы желаем, столько и вставляем. Итак, вот метка за меткой. Мы добавляем на эту картинку наши интерактивности. Далее. Вот они все у нас добавлены. Далее, естественно, нам нужно все это сохранить и опубликовать. Для этого есть кнопка «Сейв». Она все сохраняет. И после того, как мы сохраним, мы имеем возможность получить уже ссылку и код, чтобы встроить на страницы сайта и блога. Ссылка нам нужна, чтобы делиться по почте или в социальных сетях. Код, чтобы встраивать на страницу сайта или блога, что у вас есть. Чем хорош этот сервис сразу? Да, перед тем, как мы будем сохранять, собственно говоря, сразу вопрос. Если мы не регистрировались, где сохраняется наша созданная работа и можно ли к ней вернуться еще раз отредактировать? Можно вернуться и можно отредактировать. Но когда мы опубликуем, обязательно не теряем ссылку на эту работу. Иначе мы, если ссылку потеряем, мы ее не найдем в интернете. И второе, сервис, когда мы сохраняем нашу работу, попросит придумать к работе пароль. Это нужно для того, чтобы ее можно было отредактировать. Придумываем пароль, копируем ссылку, где-нибудь ее сохраняем в надежном месте. Все. В случае чего можно вернуться и еще раз отредактировать нашу работу. Например, добавить новые метки или удалить старые, если они вам не нужны. В общем, все просто и быстро. Простой плакат без особых изысков. Можно здесь создать буквально минут за 20-30. Так что вот такой неплохой инструмент. Можно рекомендовать его школьникам. Они могут создавать свои всякие интерактивные вот такие вот плакаты. Ну и вы, как учитель, сможете их оценивать, наверное. Идем дальше. Другой сервис так и называется – интерактивное изображение. Интерактив-имидж. Этот сервис уже не для учителей. Это больше коммерческий сервис. Он предоставляет возможность создавать интерактивные изображения на сайты и в блоге. Ну, как правило, такие интерактивности создаются, например, на сайтах с продажами. Где-то можно навести курсор на какой-то объект. И там выскакивает его цена, описание, какие-то ссылки и так далее. Вот это тот вариант. Но все равно, получается, плакаты довольно симпатичные. Вот сейчас на слайде у меня такой плакатик. Естественно, бесплатный тариф здесь уже будет ограничиваться. Бесплатно можно создать пять плакатов и на каждом из них разместить до пяти интерактивных меток. То есть такие простые изображения, но получаются симпатичные. Вот окошечко выглядит так. Ссылки на плакат вам не дадут. Дадут код для встраивания. Поэтому этот сервис подходит тем, у кого есть свои собственные веб-ресурсы, сайты и блоги. Я вам даю ссылку на свой блог. Если вы сейчас по ней перейдете, то там в самом начале статьи вы как раз увидите этот встроенный плакат, чтобы понажимать на метки, посмотреть, как там все работает. Работает хорошо, нареканий особых нет. Единственный минус, что есть вот такие ограничения. Но вдруг кому-то понадобится для работы, давайте я о нем тоже пару слов расскажу. Итак, это уже пошли сервисы, в которых нужно регистрироваться. В данном случае здесь регистрация по электронной почте стандартно и по Google аккаунту. Если вы работаете в Google браузере, то лучше Google аккаунт. Если вы регистрируетесь по электронной почте, то почему-то лучше работают браузеры Firefox и Яндекс. Не знаю почему, как и с чем это связано, но тем не менее. Порядок работы точно такой же. Сначала загружаем нашу картинку. Фоновое изображение. Здесь уже все более красочно, такое в розово-синих тонах. После того, как мы загрузили картинку, мы можем мышкой по ней щелкать в любое место и добавлять вот такие вот меточки. Ну вот, например, вот она. Моя первая метка. Я щелкнула напротив маржа. Вот и хочу здесь добавить интерактивную метку, рассказывающую про это животное. Открывается окошечко для добавления информации. И что мы видим? Контрактивные метки можно добавить картинку, загрузив ее с компьютера, небольшой текст, название текста и в поле описания мы вписываем текст целиком. Но поскольку окошечки здесь не очень большие, то тут не нужно целую главу из учебника переписывать. Здесь, скорее всего, для небольшой такой информации, очень компактной. Если у нас есть дополнительная, какая-то более подробная информация, то ее можно дать в виде ссылки на какой-нибудь веб-ресурс. Вот сюда вставляется сама ссылка, а сюда вписывается ее название. У меня это была кнопочка «Подробнее». Нажимая на кнопку «Подробнее», открываем веб-ресурс, и там уже подробно написано про это животное. Здесь еще была предусмотрена кнопка для ютубовского видео, но, к сожалению, она не рабочая. Так я и не выяснила, почему. Может быть, это невозможно в бесплатном аккаунте. Но мы можем ссылку на видеоролик дать в раздел «Ссылка». Ничего страшного здесь нет. Если хочется, то можно дать ссылку на видео в раздел «Винк». Ну и дальше сохраняем метку. Здесь тоже все довольно быстро происходит. И переходим к следующей. Так, одно за другой, до пяти меток мы можем на одну картинку добавить. Есть дополнительные красивости. Наверху над картинкой появляются вот такие кнопочки, которые позволяют сразу посмотреть, как это все выглядит. Если что, можно сразу же получить код для встраивания, если все красиво. Можно удалить, если не понравилось. Ну и вот на эту кнопку я хочу обратить внимание. Настройки. Она позволяет немножко приукрасить метки. Не очень сильно, но тем не менее. Здесь в разделе «Настроек» мы можем выбрать вид метки. Три варианта. Побольше, поменьше. Закрашенная и не закрашенная. Дальше. Мы можем добавить к ней вот такую вот пульсацию. Анимация. Она будет так пульсировать, когда мы будем к ней приближаться мышкой. Дальше. Мы можем перекрасить в цвет любой. Изначально она прозрачная, такая белая, молочная. Мы можем перекрасить в любой другой цвет и настроить, чтобы все ссылки открывались в новых вкладках. Вот минимум настроек, но тем не менее они помогут каким-то образом еще немножко приукрасить наш готовый плакат. Ну а дальше вверху я уже показывала вам кнопку. Нажимаем на нее, получаем код. И этот код можем встраивать на странице сайта и блога. Код выглядит вот таким образом. Мне понравилось. Интересный такой, очень милый, симпатичный сервис. Жалко, что с ограничениями. Продолжаем дальше. Сервис Book Widgets. Хороший сервис. Очень он мне нравится. Жаль, что тоже у него есть ряд ограничений. Это пельгийская платформа. Учебная. Для создания разных интерактивных конструкций. Это могут быть игры, упражнения, викторины. Вот стартовая страница этого сервиса. Я специально сделала скриншот, чтобы показать, что здесь есть. Здесь можно создавать интерактивные рабочие листы, онлайн-доски, ленты времени, веб-квесты, викторины. Разные пазлы, кроссворды, игры со словами. И это еще не все интерактивности. Если чуть ниже опуститься, там можно найти еще много чего интересного. Но в том числе интерактивные картинки там тоже есть. Почему я сказала, что жаль, что есть ограничения? Потому что, к сожалению, у этого сервиса есть демо-версия на 30 дней. После того, как демо завершается период, то, к сожалению, уже создавать новые ресурсы нельзя. Пока есть 30 дней, можем создавать их в неограниченном количестве. После того, как срок истекает, веб-ресурсы новые создавать нельзя, но все старые сохраняются. И можно этими старыми ресурсами пользоваться. Более того, есть кабинет личный со статистикой. Он никуда не исчезает. И вы можете даже смотреть за статистикой использования своих материалов, которые вы когда-то давным-давно создали. Даже если вы не можете их уже редактировать и создавать что-то новое, но использовать в работе никто их не запрещает. Вот ссылка на мой плакат. Я взяла обложку для книги и добавила к ним много разных интерактивных меток по вертикали. Там есть и картинки, и видео, и текст, и встроенная веб-страница тоже присутствует. И самая последняя метка – это аудио. Будьте аккуратны, там громкий звук. Чтобы его… Чтобы приглушить этот звук, выключить, точнее, просто второй раз щелкните по метке и все, закончится. Жаль, что нельзя сейчас оплачивать здесь платный тариф, потому что платный тариф здесь очень скромненький и вполне по силам. Такой огромный конструктор, тем более, что он и на русском языке существует, полторы тысячи за год стоил этот конструктор. Конструктор за платного пользования. Но, к сожалению, сейчас оплата невозможна. Но можно создать несколько аккаунтов, если этот сервис понравится, почему нет, можно использовать. Давайте смотреть. Он русифицированный, поэтому здесь все довольно несложно. Начинается, как всегда, все с загрузки картинки. Ну, вот так выглядит мой плакат. Вот здесь у меня интерактивные метки по вертикали расположены. Вот они. Вот, щелкая пометка, можно открывать различные интерактивности. Вот эта метка видео открыла, например. Это был буктрейлер по книге. Как здесь работает? Здесь немножко иначе все выглядит. Здесь такой более строгий, никаких веселостей нет. Очень строгий шаблон чем-то напоминает наш русский сервис Удоба. Про Удобу тоже сегодня будем говорить. Итак, ну, все на русском, поэтому все понятно. Сначала загружаем фоновое изображение через кнопку с плюсиком. Вот она. Здесь есть дополнительные опции для коррекции изображения. То есть мы можем сделать, чтобы весь размер картинки прямо на весь экран занял. Можно сохранять пропорции. Если у нас картинка вертикальная, например, то лучше сохранять пропорции, чтобы она не растянулась и сохранилась в лучшем виде. В общем, щелкая разные вариации, мы перебираем и смотрим, как картинка лучше смотрится. Здесь есть четыре варианта. Дополнительно у каждого шаблона, в том числе и у интерактивного изображения, здесь есть дополнительная инструкция. Если вдруг заблудимся, что-то забудем, здесь ее можно открыть, почитать. И там есть подробные подсказки, что и как делать. Итак, картинка загружена. Дальше мы можем добавить к этой картинке разные виды интерактивности. Вот полный список, шесть видов. Всплывающий текст. Это текстовый какой-то фрагмент, внутри которого мы можем ставить гиперссылки, и видеоролики тоже можно оставить по ссылке, например. Дальше. Всплывающее изображение. Это картинка, которую мы загружаем с компьютера. Всплывающее видео. Это видеоролик, который мы загружаем уже не с помощью ссылки, а прямо со своего компьютера напрямую. Помним, что очень тяжелые видеоролики будут тяжело грузиться и тяжело воспроизводиться, поэтому лучше выбирать видео не очень тяжелое и не очень длинное. Всплывающая веб-страница. Это ссылка на какой-нибудь веб-ресурс, который будет открываться в виде веб-странички, в окошечке всплывающем. Это может быть, допустим, какой-то сайт. У меня вот википедия, например, там всплывает. Это может быть опять какая-нибудь игра, викторина. В общем, любая веб-страница, которая существует в сети, вы ее можете сюда встроить. Веб-ссылка. Это при нажатии на кнопку мы переходим на какой-то сайт. У меня, например, переход на сайт электронной библиотеки, где можно эту книжку почитать. Ну и последняя кнопочка – это всплывающее окно со звуком. То, о чем я вам говорила. Это аудиофайл, который загружается с компьютера. При нажатии музыка начинает проигрываться. В общем, все основные интерактивности здесь предусмотрены. Очень хорошо, что все грузится со своего собственного компьютера, и мы не привязаны к никаким дополнительным хостингам. Я имею в виду YouTube или Routube. Давайте посмотрим поподробнее. Вот всплывающее окно с текстом. Вверху у нас панель для добавления текста. Непосредственно видим, что сюда внутрь текста можно добавить ссылки, картинки прямо внутрь текста вставить с компьютера, видеоролик, аудио загрузить с компьютера или таблицу встроить. То есть текст может быть не такой коретенький, как у меня, а можно вполне себе приличный кусок текста добавить, еще внутрь какие-то дополнительные интерактивности встроить. Далее. Выбираем место для метки. Вот у нас маленькая картиночка нашего интерактивного изображения. Мы щелкаем в нужное место, и точка у нас появляется, наша метка. Но поскольку картинка здесь маленькая, мы можем нажать на кнопку «Показать подробности», и тогда она откроется во всю величину, и мы там уже точно можем установить маркер в то место, где он должен стоять. Далее. Хочу обратить внимание на отметку зоны. Это что такое за штука? Это может быть маркер. Ну, вот интерактивная метка, как у меня, вот такая вот снежинка. Это может быть интерактивная метка в виде кружочка. И это может быть интерактивная метка, вообще невидимая. Можно их вообще все убрать. И тогда будет пользователь просто мышкой хаотично двигать по картинке и отыскивать эти скрытые метки. Вот можно и так сделать. Это все выбирается как раз в разделе «Отметка зоны». Дальше. Если нам эта снежинка не нравится, мы можем загрузить свою картинку в качестве метки с компьютера, маленькую какую-нибудь иконочку. Ну и в заключении мы можем выбрать, где будет появляться всплывающее окошко. Слева от метки, справа от метки, по центру, там сверху, снизу и так далее. Выбираем нужный вариант и сохраняем нашу метку. Всегда можно посмотреть, как это выглядит через предварительный просмотр. И переходим, сохраняемся, переходим опять назад, возвращаемся. Выбираем новый вариант метки и продолжаем работу дальше. Вот так она выглядит, наша метка. Я выбрала вот такой вариант. Далее. Второй вариант – это у нас добавление всплывающей картинки. Картинку мы загружаем с компьютера. Вот она. Тоже выбираем, какая будет метка у нас. Картинка, кружочек или скрытая зона. И опять выбираем параметры. Как мы видим, у конструктора один и тот же. Меняются только наполнения. То же самое касается всплывающего видео. Видео мы можем загрузить с компьютера. Еще есть возможность добавить с Google диска. Если у вас подключен аккаунт Google, можем попробовать и оттуда тоже. Далее. Это всплывающая страница. Веб-страница. Любая из интернета. Добавляется она по ссылке. Вверху окошечко для URL-адреса. Вот он. Выбираем размер этой страницы. Ну, стандартно. Сервис уже что-то предложит. 512 на 384. Но мы можем выбрать любой другой размер. Все остальное остается точно так же. Выбираем место для этой метки. Выбираем, какое-то окошко всплывать. И обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить». Вот она. Добавить зону. Это она же кнопка «Сохранить». Всплывающее окно со звуком. Аудиофайл загружается с компьютера. Вот его можно тут же прослушать. И тоже добавить. Выбрать метку. Выбрать расположение. И сохранить. После того, как все метки добавлены, мы можем предварительно это все посмотреть. И рядышком кнопка, которая называется «Поделиться». Она открывает ссылку на нашу созданную работу. Здесь после того, как мы нажали «Добавить метку», тут же все автоматически сохраняется. И мы можем уже получить готовую ссылку на созданную работу. Ее можно распространять в сети кода. Тут для встраивания не предусмотрено. Но ссылка тоже вполне себе хорошая вещь. У этого сервиса очень хорошая статистика в личном кабинете. Поэтому, если вам важна эта опция, то можно попробовать поработать в сервисе, посмотреть, как это все работает. Более того, если вы внутри этого сервиса уже создали какие-то игры, викторины, то их тоже можно добавить на этот интерактивный плакат. Там есть такая дополнительная опция. Когда мы встраиваем веб-страницу, вместо веб-страницы можно встроить созданные в этом сервисе игры и викторины. Например. Ну и в принципе любой другой объект, созданный в этом сервисе. Ну так, лирическое отступление. Продолжаем дальше. Еще один русскоязычный сервис называется «Интеракти». Я о нем рассказывала совсем недавно на одном из вебинаров. Сейчас хочу напомнить о нем в связи с созданием интерактивных изображений. Шаблон так и называется «Интерактивное изображение». Вообще, этот сервис для создания разного вида контента. Ленты времени, рабочие листы, игры в викторины, тесты. Много чего создается с помощью этого сервиса. Ну, посмотрим на создание интерактивного плаката. Опять-таки, есть здесь ограничения. Первое ограничение у плаката должно быть не больше 100 просмотров в месяц. Если будет больше 100 просмотров в месяц у вашей работы, то какое-то время она будет заморожена, пока месяц не закончится. Начнется новый месяц, начнется новый отсчет просмотров. Ну, в общем, это не самое сложное ограничение. Если у вас не очень большая аудитория работать будет с этим плакатом, то это не проблема. Второе ограничение. Здесь дается 100 мегабайт для создания своего контента. И возможность создать до 50 проектов в бесплатном тарифе. Если этот тариф покажется маленьким, недостаточным, есть возможность приобрести более полный тариф. Там есть несколько вариаций. Можно посмотреть, опять-таки, на сайте, выбрать подходящий. Оплата здесь проходит. Ну, давайте посмотрим. Ссылочку я вам в чат отправила, пока я тут рассказывала. О возможностях сервиса вы можете посмотреть. Итак, вот по этой картинке мы можем видеть, что внутрь плаката можно добавлять тексты, изображения и гиперссылки. Стандартный набор. Смотрим. Итак, сервис достаточно красочный на русском языке. Выбираем шаблон, который называется интерактивное изображение. Сейчас у сервиса появилось несколько шаблончиков, уже готовых вариаций. Ну, вот, например, тут гипермаркет есть, романтические места какие-то. Можно прямо вот эти использовать. Но можно начать с нуля, и, скорее всего, вам захочется начать с нуля, поэтому здесь есть вот две таких вариации. Одна вариация без заглавия, вторая с заглавием и описанием. Выбираем вариант, который нам нравится, и переходим к работе. Вот так выглядит шаблон. Вписываем заглавие, добавляем описание и щелкаем, собственно, по самой картинке, вот по этому месту, где должна быть картинка. Вот, чтобы загрузить свое изображение с компьютера. С правой стороны появляются разные дополнительные поля для редактирования. Например, можно у этого плаката выбрать цвет фона. По умолчанию он белый. Но можно выбрать какой-нибудь другой цвет или установить прозрачный фон. И далее мы можем отрегулировать ширину нашего плаката. По умолчанию 800 стоит. Это нужно, например, если вы собираетесь плакат встраивать на сайт или в блог. И у вас сайт или блог какой-то определенной ширины. Тогда имеет место вот это вот поле, и вы можете здесь подстроить под свои размеры ваш будущий плакат. Переходим к добавлению меток. Картинку мы вот сюда загрузим. А дальше мы можем выбрать, сколько меток у нас будет. Здесь немножко другой уже принцип. Здесь сначала нужно определиться с количеством. от 1 до плюс бесконечности. Ставим сюда просто цифру. Ну вот я поставила цифру 3. Вот они 3 здесь и появились у меня. Если бы я поставила 10, были бы все 10 здесь. Дальше. Здесь определяемся с размером метки чуть ниже. Просто мы можем какие-то цифры сюда выставлять и смотреть, как изменится метка. Выбираем иконку для метки. Нажимаем на кнопку «Изменить», чтобы выбрать из библиотеки сервисы подходящий и определяемся с ее цветом. Далее переходим к редактированию каждой метки. Щелкаем по каждой из добавленных меток и заполняем поле. Вот это поле. У меня вот плакат тут с древнегреческими божествами. Я добавила метки. Вот они на каждом божестве. А дальше я щелкаю по метке. И открывается поле, которое мне необходимо заполнить. Заголовок метки, текстовое описание, картинка, если у меня есть, загружается с компьютера. И ссылка. Текст на кнопке, которая ведет на эту ссылку, я выбрала опять подробнее. Можно что-нибудь другое написать. Сохраняем. И переходим к следующей. Вот так метка за меткой. Точно так же, как и в предыдущих сервисах, мы двигаемся и добавляем весь интерактив. Как добавлять видео. Видео добавляется тоже через ссылку. И то же самое касается игр, викторин, всего игрового контента. Тоже здесь все вот эти интерактивности добавляются с помощью ссылок. Довольно просто, быстро и несложно. Тоже можно порекомендовать для начинающих, наверное. Что еще можно сюда добавить? Внизу мы можем добавить какой-нибудь текст дополнительно к плакату. Мы можем еще добавить какой-то текстовый фрагмент. Например, мы можем сюда добавить библиографический список использованных ресурсов. Мы можем сюда написать копирайты. Если у вас авторское какое-то изображение, вы можете написать сюда имя автора. Для этого есть кнопка «Добавить текст». Вот внизу мы можем тоже текстовую какую-то информацию добавить. Внутрь текста добавляются киперссылки. Вот они, различные списки. И можно текст этот редактировать. Шрифт, цвет, размер менять. Дополнительно этот текст можно поднять наверх. Например, если мы выбрали шаблон без названия, а в процессе работы поняли, что нам нужен интерактивный плакат с названием. Мы можем название написать внизу и поднять его с помощью стрелочки наверх. То есть у нас интерактивный плакат может еще обрасти какими-то текстовыми фрагментами, текстовыми блоками и превратиться уже в более развернутый какой-то интерактивный лист. Назовем его так. Хороший сервис. Жаль, опять-таки, что есть ограничения, но тем не менее смотрится очень симпатично на выходе. После того, как мы создали наш плакат, вот у меня появилось название, появилось описание, все отдельными блоками. После этого переходим к публикации. Для этого есть кнопка «Опубликовать». После этого мы получаем ссылку, код и даже QR-код на наш созданный ресурс. Мы можем делиться разными другими способами созданным плакатом. И еще один ресурс на русском языке. Отечественный сервис удоба. Вот здесь уже никаких ограничений нет, потому что сервис у нас бесплатный. Ограничений никаких, ни по количеству создаваемых работ, ни по количеству меток, ни по количеству плакатов. Опять-таки, про него я уже рассказывала неоднократно. Напомню, что это хороший конструктор для создания разных интерактивностей. Он умеет создавать презентации, ленты времени, виртуальные туры, игры, викторины в огромном количестве, совершенно разные. В том числе у него есть шаблон, который называется «Интерактивные области на изображении». Это тот самый шаблон для создания интерактивных плакатов. Три ссылочки я сейчас вам в чат добавила для просмотра. Принцип работы здесь абсолютно такой же. После регистрации мы выбираем шаблон, загружаем картинку, добавляем метки, прикрепляем к ним содержимое. Из содержимого здесь можно добавлять тексты, аудио, видео, гиперссылки и картинки. Вот весь основной набор элементов присутствует. Смотрим. Итак, здесь тоже такая вот похожая на букву виджет с форма, то есть здесь просто белое поле, в которое нужно нам что-то добавлять, загружать. Особой красоты здесь не будет. Здесь очень такой строгий шаблон. Итак, придумываем заголовок, название плаката. Те поля, которые обязательны для заполнения, они отмечены красными звездочками. Итак, придумаем название плаката, загружаем фоновую картинку с компьютера. Выбираем метки. Для меток мы можем выбрать вид иконки, по умолчанию в виде плюсика, но мы можем что-то другое выбрать, и цвет мы можем выбрать тоже для иконки. Это первая подготовительная фаза нашей работы. Идем дальше. Вот картинка у нас загрузилась. Переходим в раздел «Позиция метки». Что это такое? Это мы здесь выставлять будем метку для нашего плаката. Первая метка. Щелкаем в любое место этого плаката. Опять-таки, картинка очень маленькая, неудобна. Для этого есть лупа. Вот она внизу. Щелкаем здесь, а дальше корректируем с помощью лупы, открываем картинку и двигаем метку, чтобы она поровнее у нас стояла на том месте, где мы хотим. Далее. Далее мы к этой метке начинаем прикреплять содержимое. Прикрепляется оно в виде вот такого длинного списка. Здесь хорошая опция, что к одной метке мы можем прикрепить неограниченное количество контента. То есть мы можем прибавить текст, прибавить видео, прибавить картинку, прибавить еще текста, еще картинку. То есть это может быть практически бесконечная простыня разной полезной информации. И все это можно добавить к одной и той же интерактивной метке. Для этого заходим в поле содержимое всплывающего окна и выбираем опцию. Будет это у нас текст, видео или картинка. Итак, текст. Вот сейчас перед вами на экране. Текстовое поле. Внутрь текста можно добавить гиперссылку, она будет синеньким выделяться. Если мы хотим к этому тексту прикрепить еще видео, например, добавляем на кнопку добавить item и открывается новое поле для добавления, например, видео. Еще раз повторно нажимаем, открывается новое поле и мы добавляем, например, картинку. Вот так вот они друг за дружкой будут выстраиваться в том порядке, в каком мы их добавили. Если нам захочется аудио, аудио сюда можно добавить через ссылку. Если этот аудиофайл где-то опубликован в интернете, мы можем его добавить через ссылку. Давайте посмотрим на добавление, например, текста. Вот так выглядит текст. Можно изменить размер, начертание, добавить список, вставить гиперссылку. Основные элементы работы с текстом здесь присутствуют. Добавление картинки. Вот так выглядит. Загружаем изображение с компьютера, добавляем какой-нибудь альтернативный текст. Это нужно на тот случай, если картинка не загрузится. Но, как правило, она всегда загружается. Это просто подстраховочный вариант. И, собственно, все на этом. Переходим дальше, к новой метке, к новому окошечку, добавить item. Например, мы решили еще видеоролик сюда. Вот, пожалуйста, это видеоролик. У видеоролика здесь немножко поподробнее настройки. Видео загружается либо по ссылке с YouTube, либо с компьютера. Но здесь есть ограничение на загрузку. 10 мегабайт должно быть видео. То есть не очень тяжелое. Если оно тяжелее, то тогда придется загружать уже с YouTube, например. Дальше. Если у нас загружен видеоролик, например, с компьютера, то мы можем добавить к нему постер. Какую-то картинку выбрать. Это будет обложка. Чтобы это видео не отображалось в виде черного квадрата Малевича, мы можем обложку добавить. Если видео загружено с YouTube, то, как правило, обложка у него уже присутствует какая-то. И еще дополнительно можно настроить воспроизведение этого видеоролика. Например, сделать его по кругу, чтобы он бесконечно крутился. Ну, вдруг вам это важно. Здесь такая опция присутствует. Вот так мы можем к одной и той же метке добавить сразу много-много разного интерактивного контента. Если нам нужна новая метка, вот мы, например, закончили с добавлением этой метки, нам нужна новая. Опускаемся чуть ниже, находим внизу кнопка «Добавить hotspot». Это она и есть. Новая метка. Нажимаем, опять возвращаемся к этой картинке, опять щелкаем в нужное место и в том же порядке добавляем разный контент к этой интерактивной метке. Вот опять шаг за шагом. Правда, теперь у нас это все будет выглядеть в виде такой длинной-длинной простыни из разных блоков, из разных меток. У этого сервиса нет автоматического сохранения. То есть сохранится этот контент только, когда мы внизу, в самом низу, нажмем на кнопку «Сохранить». Поэтому очень аккуратно, если мы вдруг неожиданно закроем эту вкладку, не успев нажать на кнопку «Сохранить», это все может пропасть. Поэтому здесь с удобой надо быть очень осторожным. После того, как мы все метки добавили, опускаемся в самый низ, находим там кнопку «Сохранить». Она зеленая. Вот она. И только после этого наша работа будет опубликована. И мы сможем получить на нее и ссылку, и код для встраивания. Ссылку мы копируем просто из браузера вверху. Ничего сложного в этом нет. А код для встраивания находим внизу. Через кнопку «Вставить». Нажимаем на эту кнопку, появляется код, мы его копируем. Повторюсь опять, код нужен, чтобы встраивать на сайты и блоги, а ссылка, чтобы делиться, например, в социальных сетях. Готовый плакатик может выглядеть вот таким образом. Довольно интересно получается. Удобо предлагает с помощью интерактивных плакатов еще несколько игровых упражнений. Например, вот такое игровое упражнение. Картинка, на которой нанесены скрытые метки. И нужно ответить на вопрос и нажать на нужную метку. Каждая метка на этой картинке – это будет одно изображение. У меня их тут шесть. Это коллаж. И вот первая метка – это первая область, вторая, третья, четвертая. Здесь это даже уже не метки, а какие-то скрытые области. Шаблон так и называется – «Поиск областей на изображение». Внутрь этой картинки зашифрована правильным ответом одна птичка, остальные все неправильные. Щелкая по изображению, можно угадать, верно или неверно. За правильный ответ дается один балл. Такая вот нехитрая игра, но, тем не менее, можно ее тоже использовать, попробовать поиграть так со своими читателями, например. Как работает? Выбираем шаблон, который я уже сказала, «Поиск области на изображении». Загружаем картинку. Здесь очень похоже на интерактивный плакат, только немножко по-другому устроено. Вот фоновая картинка. Мы ее загрузили. А дальше переходим в раздел, который называется «Активные точки». Вот сюда. Это для выделения этих самых областей. Выбираем, какие у нас будут области, квадратные или кругленькие. Я выбрала квадрат, и вот каждую область таким образом мышкой выделила. У меня появилось 6 областей выделенных. А дальше я просто щелкаю мышкой в каждую область и отмечаю, правильный это ответ или неправильный. Если правильно, ставлю галочку. Если неправильно, не ставлю ничего. Нажимаю на кнопку «Готово» и таким образом область сохранена. Дополнительно в разделе «Отзыв» можно добавить справочную информацию. Но не просто написать неправильно, а добавить какое-нибудь предложение. Например, я подписала всех птиц, и даже если ответил неправильно, ты хоть узнаешь, что это за птица вообще такая. Таким образом такая дополнительная справочная страничка появляется. Сохраняем область, переходим к следующей такте «Все 6» и заполняем. Внизу опять находим зеленую кнопку «Сохранить». Получаем код и ссылку, и можно делиться. Если правильных ответов несколько. Вот, пожалуйста, так выглядит правильный ответ в случае чего. Если несколько областей верных ответов. Вот про памятники. Например, надо выбрать из этого массива картинок только те памятники, которые находятся в Мурманске. Ну, вот ссылочка. История точно такая же. Загружаем картинку, выделяем области, и уже отмечаем несколько правильных ответов. Вот у меня загруженная картинка. Вот у меня выделенные области. Дополнительно, что нового появляется в этом шаблоне? Здесь нужно указать, сколько будет правильных ответов. Это нужно для начисления баллов. За каждый правильный, соответственно, по баллу будет начисляться. Но области точно так же редактируются. Ставим галочку, если это правильно, пишем обратную связь и сохраняем. И так каждую из областей мы отмечаем. Появляются вот такие вот маленькие игры. Мелочь, а приятно, что называется. Так что с интерактивными плакатами можно даже немножко поиграть. И заканчиваем мы наш обзор сегодняшний. Это сервис Дженниали. На сегодняшний момент, наверное, самый функциональный, самый такой разнообразный. Ну, в общем, самый-самый. Поэтому он у меня и в конце идет. Он работает без ограничений. У него хороший бесплатный тариф. Количество интерактивных плакатов здесь можно создавать без ограничений. Можно прикреплять к ним метки интерактивные с видео, с аудио, с играми, с ссылками на веб-ресурсы, с текстами, соответственно, с многим другим контентом. То есть максимальное количество контента именно он позволяет. К тому же он очень такой красочный, необычный. Получаются интерактивные работы действительно довольно необычные. Наверное, самый популярный сейчас сервис среди используемых. Давайте смотреть. Единственный недостаток, он, конечно, на английском. Поэтому это может быть немножко сложно. Но вот что касается интерактивных плакатов, здесь все предельно просто. Это на самом деле, наверное, осваивать этот сервис, пожалуй, стоит как раз интерактивных плакатов. Шаблон называется интерактивное изображение. Если приглядеться, тут можно увидеть, что этот сервис позволяет создавать презентации, инфографику, разные игры и даже видеопрезентации. Нам нужен вот этот вариант. Сейчас у сервиса появились уже шаблоны. Вот здесь уже прямо есть готовые какие-то шаблоны вертикальные, горизонтальные. Что тут у нас еще есть? Маленькие плакатики с маленькими изображениями. Есть какие-то вот виртуальные туры тут целые. Вот такая вот есть полка с разной посудой. В общем, можно выбрать что-то вот из этих вот всяких шаблончиков. Но я предлагаю начать с нуля. Вот для этого есть пустой шаблон, куда мы можем загрузить свою собственную картинку и с ней экспериментировать. Давайте посмотрим. Картинка загружается с компьютера. Ограничение 5 мегабайт. Можем заказать ее из Google диска и по ссылке добавить. Это тоже допустимо. Далее. После того, как мы загрузили картинку, открывается вот такое рабочее поле. Здесь много разных кнопочек. Я расскажу только о тех, которые пригодятся для составления плаката. Ну, во-первых, даем ему название вверху. И обращаем внимание, что здесь есть всегда кнопка предварительного просмотра. То есть мы можем сразу же добавим метку и посмотреть, как это все работает. Вот для этого есть кнопка с глазиком вверху для предварительного просмотра. Нам понадобится панель инструментов. Она находится с левой стороны. Самая главная вкладка, которая нам будет нужна, эта вкладка называется интерактивные элементы. Они же метки. Здесь огромное количество меток. Сервис постоянно меняется. Что-то новое появляется постоянно. И новые шаблоны, и новые опции, и новые метки. Ну вот, пожалуйста, поближе давайте на нее посмотрим. Когда мы только загрузили картинку, на нем уже будут две какие-то интерактивные метки. Сервис сам нам поставит. Вот мне поставил такие фиолетовые с плюсиком. Но если они мне не нравятся, их всегда можно поменять. Для этого есть кнопка Replace. Она меняет метку на любую другую. Либо мы можем ее вообще выделить и удалить. Вот кнопочка для удаления. И выбрать самостоятельно вот из этого набора. Это стартовый набор. Чтобы посмотреть всю коллекцию, нажимаем Show More. И откроется весь список, весь перечень этих меток. Если она серая, мы можем всегда ее перекрасить. Вот вверху кнопка для перекраски. Собственно говоря, выбираем метку красивую. Идем дальше. Дальше смотрим, что есть, оказывается, возможность выделять целые области на картинке. Не просто метки добавлять, а сделать, например, невидимую зону, так называемая Interactive Area. Что это такое? Это метка, которую не видно. Это какая-то область на изображении, которую изначально не видно, но при наведении на него курсора или по щелчку эта метка открывается и можно там что-то посмотреть. Например, вот пример с этими невидимыми метками. Сейчас я вам ссылочку отправлю, чтобы вы посмотрели, как это на практике выглядит. Это у меня была экспозиция, фотография экспозиции. Чтобы не загромождать фотографию вот этими метками, я их просто сделала невидимыми. Если вы будете вводить курсорчиком, то вы увидите поподробнее эту экспозицию, сможете рассмотреть. Тоже как вариант. Допустим, мы выбрали какую-то метку или зону выделили, а дальше к ней нужно добавлять интерактив. Щелкаем по метке, появляются дополнительно вот такие значки. Нас здесь будет интересовать вот этот значок, он добавляет разный интерактив и вот этот он добавляет анимацию. Начнем с интерактива. К нашей метке мы можем добавить всплывающее окошко, открывающееся окошко и ссылку на другой веб-ресурс. Всплывающее окно – это окошечко, которое появляется, как только мы наводим на метку курсор. Внутри окошечка мы можем добавить текст, киперссылки, картиночку, видеоролик с YouTube, например. Виндоу, открывающееся окошко – это другой тип окна. Он открывается, когда щелкаем по метке, не наводим, а именно щелкаем. Он открывается уже так вот более массивно. Это такой слайд. Ну, если не на весь экран, то практически на весь экран. Внутрь окошка мы можем вставить намного больше. Мы можем добавить туда такое уже более большое изображение, изображение, видеоролик, какой-то текст дописать. Если у нас информации много, то выбираем этот вариант. Ну и, наконец, ссылка. Это при нажатии на метку мы попадаем на другой веб-ресурс, вообще на другой сайт, на другую какую-то страницу. Вот эти три опции нам и пригодятся. Давайте посмотрим поподробнее. Это вот Tooltip. Это то самое всплывающее окошко. Я тут подписала все метки, все кнопки, чтобы было понятно. Сюда вписываем текст, дополнительно внутрь текста вставляем ссылки, картинки, видео с YouTube, таблицу, если нужно. Можно сразу посмотреть, как все это красиво смотрится. Обязательно не забываем сохранять это все. Если опять-таки нечаянно закроем, то ничего не сохранится. Не забываем кнопку Save. Далее. Далее, пожалуйста, открывающиеся окошки. Сейчас сервис изменился. Раньше открывающееся окошко было просто белая простыня, на которой мы наносили какой-то текст и что-то туда вставляли. Сейчас нам нужно будет выбрать что-то из шаблонов. Вот здесь не все шаблоны, но основные, я бы сказала. То есть мы видим, что можно добавить просто текст, текст с картинкой, текст вот с такой картинкой, таблицу или текст с видеороликом. Естественно, внутри этого шаблона мы можем все отредактировать. Например, выкинуть видео, добавить другую картинку, изменить картинку и так далее. Давайте какой-нибудь шаблон возьмем. Вот, например, самый стандартный – это шаблон с картинкой. Вот вместо этого белого пустого поля мы загружаем изображение, щелкаем прямо по этому полю и загружаем с компьютера. И текст мы тоже стираем, вписываем свой, добавляем киперссылки, панель для редактирования вот здесь вверху. Здесь у нас и текст можно менять, и шрифт, и размер. И не забываем, что есть такая замечательная панель наверху для редактирования. Чтобы вернуться назад к плакату, нажимаем на кнопку «Back назад». И, собственно говоря, метка у нас добавлена. Здесь нет кнопки «Сохранить», как в предыдущем варианте. Здесь есть кнопочка «Назад». То есть, если мы все закончили, нажимаем «Назад», и, значит, автоматически здесь сохраняется. Такая вот маленькая мелочь. Ну и, наконец, последняя метка, она же ссылка на веб-ресурс. Здесь еще все проще. Придумываем название, вставляем ссылку и нажимаем на «Сохранить». Все. Три клика, все готово. Таким образом мы эти метки наполняем интерактивом. Далее. Не забываем про то, что есть еще анимация. По умолчанию метки будут статичные. То есть, вот просто они появятся и будут стоять. Если хочется, можно добавить немножко анимации. Нажимаем на значок с кометой. И вот, пожалуйста, список анимаций. Здесь у нас на вход, на движение, на выход, на наведение курсора и даже на клик мыши. Например, как только мы к мышке подводим курсор, к метке подводим курсор, он начинает пульсировать. Как только мы кликаем по метке, она может исчезнуть, например. Ну, как вариант. Выбираем нужный эффект. Они здесь представлены таким большим списком. Можно сразу посмотреть, как это все работает. И таким образом сделать немножко более анимированный, более интересным наш плакат. Что касается игровой составляющей, игры, викторины, вот это вот все, можно их встраивать по коду. Но об этом более подробно можно в обучалках посмотреть, сейчас уже не буду. Но чаще всего добавляют их с помощью ссылки. Просто берет ссылку на какую-то игру и вставляют внутрь одного из окошек, например. Или делают метку, которая ведет сразу на эту игру. Это еще проще будет. Что осталось? Осталось получить ссылку. Вот здесь как раз работает уже автосохранение. Главное сохранить метки. А плакат автоматически сохранится. Здесь уже дополнительно ничего нажимать не надо. Сразу можно переходить к предварительному просмотру и к получению ссылки. Для этого вверху есть кнопка «Ш» поделиться. Мы на выходе получаем ссылку и код для встраивания на сайты, в блоги, туда, куда мы посчитаем нужно. Для тех, кто любит организовать совместную работу, здесь есть еще дополнительная опция «Добавиться авторов». «Collaborators» она называется. Для этого нам нужно вернуться в наш личный кабинет, найти нашу работу. Вот моя картинка. Нажимаем на вот этот значок с человечком. Открывается поле, в которое мы вписываем адреса электронной почты тех участников, которых мы хотим привлечь к работе. Единственное, что эти участники должны зарегистрироваться. Им придет приглашение в виде ссылки. Они перейдут по ссылке, зарегистрируются и получат доступ к вашей работе. И вы можете совместно с ними редактировать ваш плакат, если необходимо. Так можно проводить какие-то совместные проекты с использованием «Джениали». В общем, хороших слов много. Сервис действительно хороший, функциональный, очень интересный, красочный, рабочий для использования. Все чаще и чаще я вижу, что его используют в работе очень многие. Самое замечательное, что здесь нет никаких ограничений по количеству создаваемых ресурсов. Это большой плюс. Если в общих чертах, то вот, пожалуйста, весь обзор на сегодняшний момент сервисов, которые существуют в сети интернет. Возможно, есть еще какие-то сервисы, но это уже мы оставим на следующие наши вебинары. Напомню, что все ссылки, которые я в чатке... Ну, не все, но большая часть ссылок. Вы найдете их во вкладке «Файлы». Текстовый документ называется «Интерактивный плакат». Там ссылки, обучалки и все дополнительные инструкции, которые вам, может быть, пригодятся к работе. Заголовок и описание метки становятся видимым при открытии ссылки. Не совсем поняла вопрос. Какой сервис имеется в виду и что имеется в виду под заголовком и описанием метки? И какая ссылка? Вот я не поняла этот вопрос, честно. Подскажите, а все созданные интерактивные плакаты будут доступны всем или только тем, у кого есть ссылка? Или это можно настроить? Все интерактивные плакаты, которые вы создадите, вы публикуете в сети интернета и получаете на них ссылки. То есть, если вы не хотите ни с кем делиться, то никто так просто ваш плакат в сети интернета не найдет. Но если вы эту ссылку где-то опубликуете, поделитесь, то все, кто по этой ссылке нажмет, они все увидят. Вот такой у меня ответ на этот вопрос. То есть, если вы имеете в виду по поиску, нет, по поиску это вряд ли. Там кто-то начнет искать ваш плакат по гуглу или там по Яндексу, это он вряд ли так его найдет. А вот если у него есть ссылка, то да, нажать на ссылку и будет доступ, сможет посмотреть. Возвращаюсь обратно в чат. Спасибо большое, пока я тут отвечала на вопросы. Очень много всяких красивых слов добрых. Ссылку в ВК можно прикрепить. Да, ссылку в ВК можно прикрепить. Про ВК я могу вам еще такую подсказку дать. Ну, вы наверняка это знаете, но тем не менее. Совсем недавно мне пришел вопрос на почту, как загрузить интерактивный плакат ВКонтакт. Сразу скажу, что ВКонтакт это социальная сеть, то же самое, что Одноклассники или какие-то другие социальные сети, Телеграм, например. Туда как таковое загрузить нельзя. То есть, вот плакат взять и туда загрузить нет, нельзя. Но вы можете взять ссылку на этот плакат и опубликовать, например, у себя на странице. И те, кто к вам зайдут на страницу, смогут нажать и перейти на ваш плакат. То же самое в Телеграме. Вы можете запостить к себе, допустим, на свой канал в Телеграме. И все, кто ее нажмут, все познакомятся с вашим плакатом. Вот так, чтобы прямо загрузить нет, ссылкой всегда можно поделиться. Эту ссылку вы вообще можете публиковать, где считаете необходимым. Хотите, по почте пошлите, хотите, в интернете опубликуйте. В общем, где угодно можно. Вот. Вот. Вроде все. На вопросы ответила. Я рада, что вебинар показался вам ценным. Материалы успевайте скачать, если не успели. По всем вопросам, как всегда, можно обращаться по этим адресам, которые вы сейчас на слайде видите. Обратная почта, группа и канал в Телеграм. Вот. Если понравилось, то приходите на следующий вебинар. Он будет у нас уже в апреле. Осталось не так много. Осталось всего 5 вебинаров до конца этого учебного года. Так что заходите на портал Директ Академии, регистрируйтесь. Если вам было интересно, то жду уже в апреле. Вот. Пожалуй, все. Вопросов больше вроде я не увидела. На все ответила. Спасибо большое еще раз за добрые слова. Самое главное, сейчас берегите себя и пусть у вас все будет хорошо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok